привет ребят закончился весенний охотничий сезон все кто успешно от охотился и добыл свои желанные трофеи поздравляю с полем и пришло самое время заняться чисткой уходом за нашим с вами оружием и его консервации уже до осеннего сезона продолжаю я вообще исследовать рынок от именно отечественного производителя по понятным причинам по средств по уходу за оружием то есть различной химии и как-то на одной оружейной выставке я наткнулся на стенд отечественного производителя фирмы trial m то есть у них представлена большая линейка была там же наглядно показывали как все делать как чистить гладкие стволы нарезной и так далее меня это конечно очень впечатлило но я человек такой дотошный поэтому не верю я всяким там рекламам и так далее я задал вопрос нашему коллективу в нашей группе охотничий коллектив и вы знаете на удивление я нашел прямо очень положительные отзывы ни одного отрицательного у ребят у друзей которые уже пользователь пользовались этой химией вот этой trial m ну что ж них откладывая в долгий ящик я связался с производителем с представителем фирмы и запросил у них на тест чтобы отснять все это наглядно прям вот первый раз я сегодня буду пользоваться и прислали они мне конечно огромный набор причем практически всю их линейку это это и средства для чистки гладкостволов нарезного оружия даже для релоудинга в ранения и так далее причем еще и тюбики различного объема по факту же нам с вами потребуется всего два средства это средство для так и называется для чистки гладкоствольного оружия от нагара свинцовки и пластика и универсальное оружейное масло for the clp вот это вот тюбики 230 миллилитров есть 100 миллилитров поменьше естественная цена ниже и самый большой них 480 миллилитров причем масло представлено в двух вариантах это вот такой тюбик капать и собственно традиционный баллончик распылитель тоже для удобства доступа каким-то труднодоступным участком оружия компонентов вот сейчас несколько слов я вам скажу еще касаемо я тут вообще узнал оказывается у нас культура чистки оружия почему-то как-то отодвинута на второй план и некоторые даже спрашивают а что его еще и чистить нужно и это не шутки такие ребята есть тоже присутствует так вот если вы как бы причем группа делится на фанатов таких педантично чистящих ружья после каждого чуть ли не после каждого выхода и те которые там годами просто этим не занимаются так вот если вы относитесь именно к фанатам то вам может потребуется всего одно средство это нейтральное или даже лучше универсальное масло который имеет чистящие компоненты чистящие свойства в своем составе ну тут вся инструкция я вам об этом подробнее скажу когда мы займемся чисткой уже непосредственно а если вы как я то есть я не фанат вот такой вот но скажем таки периодически не после каждого выхода я просто прогоняю шомполом там с вишером или просто патчем смазанным маслом несколько раз ствол потом с насухо тоже патчем прогоняю и все то есть чтобы вот сбить нагар этот и дальше продолжать охоту касс это касаемо весеннего сезона и уже полностью я занимаюсь там практически с полной разборкой со снятием usm все это мы сегодня с вами сделаем потому что у меня все-таки газоотвод и там больше компонентов для очистки поршень и так далее затвор я уже произвожу полную чистку консервацию и уборку в сейф если же речь идет о лето осень и зима то чистку я произвожу а сезона длинные как вы понимаете чистку я произвожу несколько раз в сезон 2 даже 2 бывает три раза в зависимости от попадания оружия нашего с вами в те или иные условия потому что бывает там она и падает где-то но если она у меня упала куда-то в грязь траву я это делаю практически сразу очищаю все вот у меня этому турку моему 11 лет практически оружие да все части все запчасти до сих пор завод оригинал я ничего не менял и это только благодаря ребят бережному уходу то есть своевременному уходу и бережному хранению оружие если вы конечно состоятельный человек олигарх так скажем вам можно и не чистить вы можете через какое-то время просто менять его как перчатки покупая новые но если опускаться на землю и вот вы как я среднестатистический охотник который не может себе позволить там каждый год покупать новое оружие учитывая современные реалии то вам придется заниматься уходом за оружием надеюсь с этим вопрос закрыт теперь я предлагаю чтобы испытать вот эту химию и рассказать вам о ней подробнее потому что мне она конечно очень понравилась именно на стенде но мы сейчас ее испытаем я буду это делать первый раз испытаем прям в реальных условиях я сейчас разберу ружье и мы приступаем к чистке погнали так ну что ребят я все компоненты оружия разорвался брал усм снял а я это всегда делаю перед именно консервации вот что хотел вам показать сразу немножко на отвлеченную тему касаемо производителей боеприпасов куча не сгоревшего пороха вот так вот это ребята скм индустрия то есть раньше они я брал патроны с импортными порохами теперь это все отечественный порох скорее всего ребят это сокол это же касается то у меня в ствольной коробке там задней части там просто вообще тому же килограммы этого пороха не сгоревшего и вот наш в охоте на вальшнапа весной я сейчас специально вставлю вам кадр с подствольной камеры да насколько этот порох вообще хорош вот сейчас его увидите в кавычках то есть я прям детально даже замедленно еще более замедлю чтобы вы видели как перо выбито у птицы да и как она дальше летит после стрельбы вот этими патронами бьешь по птице она улетает дальше то есть на мой взгляд и это уже говорил еще один охотник с нашего коллектива он тоже тоже пользуется патронами скм индустрия но я вот скм и азот азота сейчас сложно достать а из км доступен всегда ими пользовался отличный был боеприпас пуля подкалиберное поле в 6 дробь и вот такое на мой взгляд просто мощности что лего не хватает ну на там дистанции более 30 метров посмотрим что будет осенью на утке наличие как бы вот этого не сгоревшего пороха наверное более менее красноречиво о чем-то договорит так о патронах пожаловался вам давайте сейчас вернемся к чистке берем мы средства для чистки гладкоствольного оружия охотник с нашего коллектива михаил миш привет дорогой спасибо тебе огромное он мне дал очень много дельных советов потому что он активно пользуется именно вот этим триал м он сказал что баллончика вот этого у него ну то есть на 100 миллилитров есть поменьше ему на два года за глаза хватило то есть надо понимать что чистит это хорошо я его еще не вскрывал давайте сейчас прям сразу открою вот открутили колпачок кстати кстати вот я уже это посмотрел вот обратите внимание до чтобы вот тут вот не срезать ничего но предусмотрели молодцы вот собственно вот отсюда она и будет у нас с вами вытекать то есть и защитный потом колпачок накрутили значит здесь у нас запечатано сейчас я буду вот это вот сложно снимается вот могли бы предусмотреть здесь такой язычок знаете чтобы вот легко это было все хозяйство снять ну мы можем проткнуть вот так вот это все дело и удалить просто руками но она не критично пахнет запах конечно есть но в принципе дома без проблем это не едкий такой вот на основе керосина там и так далее то есть жена жена уже вас ругать не будет если вы это будете делать в квартире например или где-то в доме там на кухне я не знаю и так далее значит ребят я буду использовать два средства это средство собственно для глоткостволов для чистки и масло для консервации масло представлено как я говорил в двух видах то есть есть нейтральное ружейное масло и универсальное ружейное масло ну еще вот баллончик дан мне удобнее будет баллончиком чем они отличаются нейтральные универсальные в универсальном компонентов больше который ну в принципе служит для все-таки консервации оружия то есть здесь очень много антикоррозирующих веществ и она богаче в составе своем чем нейтральная то есть это вот прямо знаете не отходя от кассы где-то находясь в угодьях на охоте прогнали вот этим вот нейтральным маслом ствол и дальше все продолжайте охотиться сбили этот нагар и дальше спокойно охотитесь то есть не производите раз не производя разборку оружия давайте посмотрим как это дело выглядит на белом прям а ну это вот прям такая бесцветная жидкость ничего здесь просто она такая немножко маслянистая то есть я так понимаю содержит небольшое количество маслица и собственно давайте пшик ним баллончиком о а здесь такая типа пена она пенится и имеет такой розоватый оттенок пахнет таким нейтрал очкой такой нейтральным маслицем значит что касается его применения сейчас мы с до этого тоже дойдем у меня прежде всего всегда больше всего беспокоит поршень потому что он подвержен наибольшему количеству нагара вот посмотрите что с ним обычно всегда у меня творится но это просто ужас это просто ужасно да что выглядит это ужасно поэтому я всегда начинаю с поршня а к стволу мы вернемся чуть позже там технология несколько другая теперь и попробуем вишера это такая первичная что называется его обработка уже да уже намного интереснее но самое важное ребята это вот это вот часть вот то есть вот это вот само кольцо где нагар прямо но он сгрызается просто в металл что называется я сейчас что сделаю ребят я нанесу прямо вот это средство для очистки вот сюда вот на вот это вот ну кстати удобно прям вот она раз так и это и дам чуть-чуть постоять то есть чтобы какая-то реакция пошла но вот и вот это вот все теперь хозяйства пока у нас поршень доходит вот это все придется теперь вот так вот вручную кучу вот этого пороха вычищать попробуем зубной щеткой что это даст ну смотрите что то это дает определенно то есть да эта штука уходит потихоньку не так эффективно как хотелось бы но эта штука уходит при определенном труде все это хозяйство уже у нас с вами но это намного лучше то есть средство все-таки работает до остаются вот эти но ребята мне прислали еще такую вот штуку я не знаю это вот паста предназначена для удаления сложных загрязнений в виде углерода меди и освинцовки перемешайте пасту перед используем если она хранилась долгое время перед используем пасты нужно убрать легкий налет вот так вот выглядит сама паста ну то есть она где-то тут вот довольно тягучая такая субстанция давайте сейчас я попробую я перемешаю действительно как они этого просят ну такой странный у нее запах аммиак столь сейчас я посмотрю еще состав что там у нас в составе входит я ребята в этом вообще особо не разбираюсь если кому-то интересно пожалуйста вот посмотрите хим состав этой штуки давайте просто ради эксперимента поможет ли это в чистки поршнях опять же зубную щетку жесткую обмакнул и пошел натирать что это нам даст и даст ли тут не пачкаться весь этот нагар как рукой снимает вот это ребята открытие для меня конечно паста работает сейчас я вам покажу я потру здесь хорошенько паста очень работает вот смотрите что у нас да еще вот на этой юбке да вот здесь вот вот окоемка тут остается но это я все дотру просто посмотрите насколько он блестит вот что было и после применения посты что стало оружие 11 лет значит ребят владельцам гладкостволов полуавтоматов я всячески рекомендую взять именно вот эту пасту у них я сейчас ее нанес буквально чуть-чуть на зубную щетку немного растер и эффект сразу моментально на лицо то есть не надо ничего ждать не надо там пока войдет в реакцию конечно можно и вот этой вот вот этим средством наносить периодически что входило в реакцию и дальше методично вот это тереть вычищать но слушайте с пастой это минуты вот просто у меня это заняло минуты все наглядно показываю все как есть работает прям хотя я говорю меня смутило что медиа свинцовки удаления а ничего не сказано о значительном въевшимся пороховом нагаре то есть поршень у нас с вами абсолютно готов вот так вот берем на чистенькую сюда тряпочку и воспользуемся непосредственно уже вот универсальным этим маслом чуть-чуть буквально ну нет слушайте она прям идеально растекается вот это вот пена уходит такая вот маслянистая маслянистая штука по запаху чем-то были столь чик напоминает который сейчас стоит просто космических денег просто протираем от лишнего из от излишек этого масла так скажем раз уж у нас вот это масло она универсальная то есть она и для очистки подходит нагарчика я думаю мы им же прям до слишком она конечно сильно разбрызгивается я думаю мы его нанесем прямо на эту возвратную пружину и проходим прямо вместе с ним она имеет очищающие свойства как я почитал в составе поэтому как раз таки мы убиваем двух зайцев мы чистим пружину поступательными движениями и заодно ее еще и консервируем а вот некоторые наверное еще ребят говорят а зачем нам пружину чистить да ну вот не почистите вы ее пару лет и посмотрите что во что она превратится потом пружина это все понятно у нас сейчас с вами самое важное самое главное потому что вот с этими частями затвор тут и так далее это все довольно несложно в том числе и usm значит ребят у нас с вами самое интересное это конечно ствол и вот здесь вот опять же вот миша молодец спасибо тебе дорогой друг что подсказал мне да и ребятам вот на вайл берез прислал ссылку я тоже заказал вот такие вот ребята виша то есть вишера и господи ёршики они из плотного очень силикона то есть они не металлические как раз для хромированных стволов причем два вида вот classic и спорте значит они немножко по диаметру отличаются я эту ссылочку оставлю тоже в описании под материалом возьмите я вот первый раз тоже попробую очень хорошие отзывы плюс макс макс кстати тоже тебе привет макс у нас вообще спортсмен он профессионал в стрельбе поэтому он год классная штука только горит надо с патчами вот сейчас мы посмотрим там инструкция даже есть как правильно применять давайте возьмем вот этот красный спортинг мы наносим средства для очистки вот сюда на этот патчик вот так вот то есть уже не в ствол как я раньше пшикал всем этим хозяйством нет игру если вы вот у вас быстрая чистка то вот нейтралка туда и поехал теперь вот так вот сюда это дело обертываем что называется не знаю большой я взял патч или нет смогу ли я вообще ствол в принципе пробить туда и вот так вот вот прям идет с таким очень хорошим натягом очень опа вся вот это сразу грязю к на этом патче вот она прям видно ну я смотрю сразу на просвет до грязи там полно но уже прямо а давайте теперь вот этот попробуем ствол грязный после весны ни разу я его не чистил как раз очень хороший наглядный пример нанесли опять же это средство вот таким образом я это делаю и прям в напор это очень хорошо он прям в напор вот так вот идет в натяг идет и обратно а по ну ребят грязь конечно еще присутствует даже вот на этом видно результат трех прогонов видите да грязю к какая вот этим вот средством жена выдает старые там какие-то просто не не знаю ну на белом просто хорошо видно вот эту грязюку так вроде бы средство работает давайте 4 потому что оттуда как бы ничего особо не течет то есть она такая вот прямо пропитывается хорошо вот это прям не очень нравится и давайте еще разок вот так опа о ну вот смотрите результат 4 прогона то есть где-то что-то еще тут остается но по сути по сути уже все практически блестит да и расход то вообще минимальный ребят так что если вы вовремя производите чистку оружия то и средства у вас будет расходоваться значительно меньше и это я не снимаю насадку сужения я прям с ней чищу о ну ребята это вообще просто красота сейчас вам покажу поршенек вот он практически в идеале ствол где-то вот эти следы еще есть грязюки но это видимо уже идет с насадки самой это не критично так и вот друзья у нас с вами что получается значит то есть вот ребят смотрим это у нас какие-то одни из первых вот прогоны 3 было когда грязюка такая тут уже поменьше а это вот 4 и вот он 5 то есть все практически в идеале вот до этого вот газоотвода у нас с вами еще мы дойдем это я тоже вот этим средством прямо на тряпочку нанесу и буду там тщательно его вытирать протирать потому что ну да тут все как обычно у нас вот это и есть у нас с вами как газоотводы проблемные участки так скажем теперь я вот что делаю значит этот у нас ешь просто шикарно отработал я считаю распыляем прямо туда по всей с хвостовика прям туда по всей длине ствола он она прям брызгает аж отсюда смотрим что у нас там там чуть-чуть и убрызнули и теперь берем и прогоняем ну можно немножко вот она о прям розоватый такой оттенок имеет первый раз я вижу такой розовый оттенок у масла ну ладно допустим главное нам с вами не цвет его рабочие качества и уже вот так вот прямо хотя вот я бы еще бы завернул в натяг чтобы шло проходимся хорошенько но ничего грязи вообще нет ребят все она же это масло в принципе вот после после вот этого средства она же он нейтрализует но это же все-таки химия ну вот а масло еще и нейтрализует при этом и антикор еще к тому же присутствует можно дальше особо себя не переутруждать этой чисткой потому что ну какие то вот я говорю какие то вот эти вот есть еще следы но это быстрее вот идет отсюда вот с этих вот частей то есть вот самого хвостовика которым я еще не занимался вот этими вещами я тут не занимался кстати вот если меня смотрят производителя я думаю меня смотрят поэтому вот такой совет вот это вы сделали хорошо да баллончик распылитель а вот сделать бы еще вам тоже распылитель именно вот этого средства для чистки гладкоствола вот этой химии то есть вот когда вот так что ли ну может может быть и так может быть и так ладно в принципе вот я говорил что можно использовать и масло вот это универсальное для чистки если нет такого сильного загрязнения но у меня как бы она такое так скажем среднего среднее и вычищаем вот это все хозяйство до момента идеального состояния так хвостовичок мы тоже не забываем поэтому мы его проходим тоже хорошенько с маслом так ну не знаю ребят видно вам нет на просвет показываю по моему все там понятно да он блестит просто в идеале кто меня уже неоднократно смотрел материалы касаемо чистки и ухода за оружием те знают что у меня есть финальный аккорд это вот такой вот ворсистый ерш и я его использую именно для консервации перед уборкой в сейф на длительное хранение то есть опять же я наношу прямо на него за тут прям конечно масло это я теперь понимаю нет но надо как-то это распыление не знаю прям она брызгает во все стороны конечно не очень удобно ну ладно нанесли мы его на ер да в этом плане кстати наверное более того удобнее вот таким именно тюбиком пользоваться и вот так вот проходимся несколько раз вот все к началу сезона перед открытием сезона я беру сухой вот такой вот сухую тряпку это же шомполом насухо прохожусь то есть протираю везде всякие вот эти вот вещи потому что все таки при стрельбе это не очень желательно чтобы она у вас все в масляное было давайте сейчас посмотрим на затвор повнимательней вот я его очень хорошо очистил от порохового не сгоревшего пороха этого вычистил и давайте я попробую прямо капнуть туда до комары у нас конечно злейшие таежные капнуть сюда вот этим вот средством ну для чистки ствола я вот это вот взял и прямо всю даже и пока пол и и да вот ребят я прям чувство она имеет такой как бы ну сказать такой наверно обезжиривающий эффект прохожусь вот эти вот всякие участки ну голь на выдумки хитра ребят тоже это все тоже надо вычищать хорошенько затвором мы именно так же самые поступаем собственно как со всеми основным со всеми остальными деталями мы берем и маслицем прямо хорошенько его пропшикиваем вот так вот так обильно смазывать маслом передоход и особенно не нужно а наоборот я вам сказал наоборот это требуется все дело будет удалять это масло нюанс такой ребят почему я такое щепетильные внимание уделяю именно у и саму тоже ну вообще всему в оружии новые сам важен потому что здесь очень много всяких таких тонких узлов что называется который требует прям тщательного ухода и если вы ну то есть особо часто его снимать я не рекомендую не советую вам туда-сюда его маслать это не нужно но перед длительным хранением я это делаю всегда и очень тщательно его вычищаю везде вот особенно всякие такие вот там выемки там втулки вот это вот все потому что да конечно набивается колоссальное количество всякой ерунды в том числе и пороха и все это дело со временем опять же если за этим не следить приведет к поломки у эсэма а это уже ребят а это уже сложное устройство штука и не все оружейники уберутся даже за ремонт когда делал доходит до чистки ствольной коробки самой я для начала опять же из-за всех вот этих вот там мест щелей и так далее все вот это вот хозяйство не сгоревшая тщательно зубной щеткой прогоняю потому что ну там есть там есть где чему оседать есть всякие уступы которые требуется довольно тщательно вычистить так же само наносим масло прям внутрь ствольной коробки не боимся масло абсолютно нейтральное не агрессивное внешние части она никак у нас с вами не повредит а даже наоборот защитит от коррозии внешней среды какое-то воздействие так далее собственно сам магазин так же само как в принципе со стволом я поступаю то есть я маслом туда прогоняю дальше беру тот же шум пол и просто как и ствол вычищаю магазин и тут тоже хватает в общем-то грязи как вы видите поэтому за этим тоже надо следить за самим магазином чистим и цевьё потому что газа проходит и здесь и отдавать вам сразу покажу опять же чуть-чуть нанесли маслица шикнули берем более менее чистую тряпку совсем чистую смысла брать нет потому сейчас я вам покажу что здесь у нас тоже происходит о видно да то есть почему нужные цевьё тоже вычищать это вот какая грязюка здесь скопилось вот этот нагар весь ну что ребят все детали все компоненты оружия почищены промаслены для консервации готовы к сборке скажу вам так если бы не съемка то на все это с учетом разборки оружие и сборки все это не не заняло бы у меня более часа вся процедура потому что вот с помощью вот этой штуки до собственное масло самого все это делается идеально вы сами все видели ствол не чистил считайте весь сезон весенний я говорю только несколько раз так прогнал маслицем то есть патчем таким с маслом а потом насухо и все то есть нагар там ну прилично окончательные выводы касаемо этих средств я вам скажу чуть позже свое мнение но уже сейчас могу сказать что вот в принципе если в стволе нет такого сильного нагара там а свинцовки то достаточно вообще вот этого масла это очень классная штука и к тому же она недорогая вот что радует собираю сейчас оружие внешнего почищу и окончательные выводы вам и и Продолжение следует... Ну что ж, оружие, ребят, собрал, оно полностью готово к хранению, убираем его в сейф и благополучно забываем про него до следующего охотничьего сезона. Вот комары, да, ребят, вот летают, кружат здесь вокруг меня, но на меня не садятся. И кто меня давно смотрит, тот прекрасно знает, почему. А кто не знает, я оставляю ссылочку вот под этими прям материалами. Точнее, даже там будет два у меня видео касаемо эффективных методов защиты от комаров. Ах ты моя хорошая, прямо на этой елке моей свела, свели они гнездо. И птенцам туда периодически закидывают. Вот они там прямо начинают. И меня они не боятся, мы друг другу никак не мешаем. Видите, сколько всего интересного происходит тут вокруг, пока... Причем одна, вот это дрозды. Один сидит постоянно, дрозд папа сидит, контролирует. То есть она прилетает, самка, а он самец сидит, контролирует. А вдруг я там встану и как-то потревожу. Или какие-то сороки прилетят. Немножко вам природы. Ну, касаемо комаров, ребят, опять же, оставляю вот эти материалы свои. Потому что они нашли огромный отклик среди там различных слоев населения. И Старом Млад смотрят, благодарят, спасибо. Возвращаемся к общему отзыву. Значит, касаемо первым делом, касаемо пасты. Вообще, я ее не планировал использовать. Ну, мне ее просто прислали в общем комплекте. Но, ребята, эта штука меня очень впечатлила именно для чистки поршня. Вот рекомендую всем, у кого газоотводы, именно вот с полуавтоматы, с поршнями, для чистки поршня, а именно въевшегося такого глубокого нагара, уже практически в структуру металла, использовать вот эту пасту. Опять же, в моем случае я применял всего лишь, ну да, три средства, учитывая пасту для поршня. Вот такие особенности полуавтоматов с газоотводом. Масло универсальное и вот это чистящее средство. Ребят, я химией этой очень доволен. Опять же, когда ты видишь это, как на стенде показывают, это одно. Но когда ты сам попробовал, зная свое оружие и нюансы, это совсем другое. Из преимуществ этих штук, это прежде всего, ну, это все не агрессивная химия. Да, конечно, вот эта штука для чистки ствола, она, ну, это химия, но она на водной основе, да. И масло тоже, оно, ну, это нейтралка. То есть, еще раз скажу, это не наносит никакого вреда внешним элементам оружия. Да, собственно, и внутренним, где присутствует вранение, какая-то краска, вот это ваше дерево, там, хохлома и так далее. То есть, запросто можно использовать и не бояться того, что где-то что-то у вас поползет. Ну, вот что мне, в принципе, разглагольствовать, если вот этот наш с вами наглядный тест все прекрасно вам показал. То есть, я все делал в реальном времени, вы все сами видели. Единственное, еще раз вам вот скажу про культуру ухода за оружием. Не запускайте, не запускайте ваши двустволочки любимые и так далее. Не важно, что там вы где-то отложили, где-то, понятно, это не всегда возможно сделать в угодьях. Но возите с собой все-таки хотя бы масло, которым можно все это оперативно в процессе прогонять периодически. Это долговечность. Если, в принципе, кому-то интересно вообще, что у меня с оружием произошло за 11 лет, Армса на 612 турок, я могу снять об этом подробнее материал, показать вам все детали, нюансы, которые присутствуют где-то на элементах и так далее. То есть, все, что с ним сейчас, в каком оно сейчас состоянии, но при этом, как вы видите из моих охотничьих сюжетов, да, оно все прекрасно до сих пор работает и жрет практически все. То есть, нет никаких вот этих неперезарядов, там, недосылов и так далее. И все детали до сих пор завод. Ну, пишите в комментариях, будет интересно, я отсниму материальчик летом. На кепочку даже, вот так вот, да, комарик. Ну, давай, давай. Вот, я говорю, им хочется, и они теплоту видят, и хочется, и колется. Вот эта штука, кислота, все-таки, ну, это классно. Уже неоднократно таежный этот метод, егерский, я вам говорил. Ребята, буду я закругляться, все, что хотел, сказал. Значит, касаемо вот этих средств, вопросы, если какие-то, в комментариях задавайте. У меня прямая связь с представителем конторы, поэтому буду, если вдруг что-то я не знаю, ну, можно им задать напрямую будет. Ну, и, ребят, традиция, как бы так принято для вас. Производитель, как бы, учел промо-код на скидочку, на всю линейку их продукции. Вся информация, как, что, где, куда вводить и так далее, опять же, по ссылке под видео. Открывайте описание, и там дальше я в тексте все это выложу. Еще в качестве совета, напоследок, вот прежде чем что-то вы новое для себя будете использовать, там, это, эти средства или какие-то другие, ну, почитайте дополнительную информацию где-то на тематических форумах, там, на той же Ганзе. Ну, YouTube, да, ну, в YouTube, видите, как, не все далеко такие авторы, как я, которые объективно вам рассказывают и показывают процесс. То есть, если бы меня что-то не устроило, вот этих материалов бы вообще вы не увидели. То есть, все это благополучно бы отправилось производителю обратно. То есть, только после реального использования я готов об этом рассказать и что-то посоветовать. Все, ребят, по традиции желаю вам большущей удачи. Переходим на рыбалку. Сейчас вот у нас нерестовый запрет до 10 июня. Дальше попробую уже под торфяником, где я традиционно охочусь на хищника, спиннинг после снятия запрета. А до этого, вот уже в ближайшее время, планирую на карасика, по нашим еще с дедом местам, где мы с дедом в свое время рыбачили из детства. Покидаю один крючок, один поплавок, у нас это разрешено. Поэтому будет что интересное, я вам обязательно эти сюжеты покажу. Ну и также уже летом все, выбираемся. Дичь, реки, озера, тайга, палатки. Все, поехали с семьями. Выбирайтесь на природу, ребят. И пока увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok